Мы сейчас посмотрели прекрасный фильм. Понятно, что наша страна не имеет таких горячих точек, какие-то вопросы для нас не настолько актуальны. Вот как, что может быть, не знаю, более кажется актуальным? Да, я согласна с Аллой. Чтобы вы понимали, я так же, как, наверное, большинство из вас, смотрела этот фильм первый раз. И да, у нас, к сожалению, так развивается рынок, что международной журналистики у нас практически нет. Наши журналисты не ездят по горячим точкам. И у нас чаще всего немножко другие причины эмоционального выгорания. Но их тоже очень много. Я не буду повторять то, что очевидно, что наши журналисты также ходят на суды, сталкиваются с трагедиями, и с этим всем надо справляться. Мы, наверное, будем сегодня про это говорить. Я, наверное, добавлю, что, с моей точки зрения, способствует сильному эмоциональному выгоранию журналистов в нашей стране. Прежде всего, мне кажется, это просто отсутствие нормального полноценного рынка, которое не даёт возможности хорошего роста, которое не даёт возможности журналисту завтра делать больше и лучше, искать новое медиа, возможно, более тебе подходящее, искать, делать большие форматы, которые делать интересно, но которые очень трудозатратны, и у редакции просто не хватает на это ресурсов. И когда ты в таких условиях загнан в то, что тебе надо просто колбасить большое количество каких-то стандартных текстов, если это почему-то надо, но чаще всего оказывается, что это редакциям надо, то, наверное, это первая причина, это те условия, которые способствуют очень сильному эмоциональному выгоранию. Что здесь можно сделать? Мы, наверное, будем говорить позже, я не буду сейчас на этом останавливаться. У нас, конечно же, нет культуры помощи психологической, как вы согласны, наверное, со мной. И что может сделать редактор, как менеджер, к которому приходит журналист с такой проблемой, я думаю, что мы тоже, Алла, будем говорить позже. То есть очевидно, что выгорание в белорусских медиа немножко другое, как вот Юля правильно отметила, ну, неправильно, а вообще отметила. Да, это очевидная вещь, что у нас это все касается чаще всего, именно того, что насколько ты можешь расти, не можешь расти, насколько тебе интересно, не интересно, зарплата тебя держит, не держит и так далее. С точки зрения руководителя, тут вообще о чем, в общем-то, тоже редко думается и редко задумываешься. Тут есть несколько моментов. Один из важных достаточно моментов, ты, собственно, тоже понимаешь, что, может быть, в какой-то момент ты расти выше крыши уже не сможешь. И ты тоже понимаешь, что либо ты уходишь вообще, вот как Катя, в какое-то другое дело, в другую отрасль и так далее, либо ты вот как белка бегаешь каждый день, целый день по одному и тому же кругу и так далее. Пытаешься, особенно на рассвете, когда рассвет проекта начинается или там продолжается, ты пытаешься придумывать что-то новое и новое. Когда ты видишь, что что-то отрабатывает тебе нормально, этот круг как бы замыкается, ты бегаешь там ради трафика и прочее. При этом в какой-то момент ты тоже понимаешь, что как руководитель, что ты занимаешься уже полной ерундой, потому что ты не видишь вокруг себя людей и не видишь вокруг себя развития ситуации. В другой момент ты тоже понимаешь, что на тебе ответственность лежит за судьбы подчиненных так называемых, хотя это тоже такой большой и спорный вопрос по поводу подчиненных и неподчиненных, особенно если у вас не вертикаль, а горизонталь какая-то. И тут вот приходит, да, ты видишь, что если человек выгорает у тебя постепенно, там сотрудник твой, журналист твой, но самое простое, что можно сделать, это взять ответственность на себя и в плане того, что да, я виноват, он выгорает, я такой негодяй там и прочее, и прочее. И начинаете выгорать самому потихоньку. Или, да, или плюс еще к тому же ты просто берешь какие-то компетенции его, которые, в общем-то, ну, по идее он должен делать. Снижение нагрузки. Да, за счет того, что ты ее на себя возрастаешь. То есть это проблема, я знаю, многих маленьких редакций, ну, как маленьких, это, знаете, как говорить про то, что Беларусь маленькая европейская страна, да, Беларусь нормальная среднеевропейская страна, и как бы редакция 10 человек работает, то, в общем-то, тоже, наверное, нормальная европейская редакция небольшого медиа. То есть тут вопрос просто в том, что как эти компетенции разделяются, насколько ты способен сам за себя ответить, насколько ты способен компетенции возложить на других людей, насколько они готовы, вот где заканчивается топонебратство, там, дружба, морковь, там, и прочее, и прочая любовь, и где начинаются трудовые будни, то есть, ну, таких вопросов очень много. А то, что люди как бы приходят и уходят, ну, для меня это вообще как бы уже такой не вопрос. То есть это может быть лет 10 назад, когда там, да, вот я же вкладывал, и прочее, и прочее, ну, это естественно, то есть, а все, что естественно, то не безобразно. То есть, когда человек уходит, это нормально, когда ты его воспитал, как ты думаешь, хотя на самом деле чаще человек сам воспитывается, человек просто пользуется тем, теми возможностями, которые ты ему даешь, и как бы растет сам, ну, и когда он перерастает и уходит, это совершенно норм. Я очень коротко, просто раз мы уже поговорили о том, что может сделать редактор-менеджер в такой ситуации, профессионального выгорания, то я вот что хотела бы отметить, у нас мы чаще всего думаем, что мы так вот выгораем, все наши люди, потому что мы очень много работаем. Мы все просто живем в этой уверенности. Так вот, когда я стала ездить в редакции западных медиа, я вдруг открыла для себя, что ребята, они работают намного больше. Объемы, которые пишут среднестатистические журналисты, крупные западные редакции, намного больше, чем делают журналисты наши. И тогда я стала думать, а почему? Почему при этом они не выгорают, а мы выгораем? И я для себя поняла тогда такую вещь, что вот именно эта возможность роста, возможность завтра делать что-то более интересное, что ты делал вчера, возможность, извините, получить Пуллицеровскую премию. Ну, например. Вот это все тоже влияет. Возможность уйти в другую редакцию. Ну, все что угодно. И какой я тогда для себя так придумала рецепт и даже начала его опробовать, он был в том, чтобы все-таки организовать, попытаться работу журналистов так, чтобы хоть сколько-то времени, в какой-то период времени, в неделю или в месяц, каждая редакция может быть сам для себя решать. Отдавать на вольное хлеба, то есть на какие-то большие и интересные человеку форматы, чтобы он знал, что вот он как вот эта вот ломовая лошадь, тягловая лошадка, ну, пусть он работает там три дня в неделю или четыре, или три недели в месяц, ну, пусть у него будет какое-то время, да, которое он будет сделать проект, о котором он мечтает. Вот даже такая простая штука, она способствует вот снятие этого напряжения. Мне так кажется, может быть, коллеги как-то отнесутся к этой моей гипотезе. Я предлагаю, раз мы сейчас вот начинаем вот этот блок медиа-менеджмента, просто продолжить его, и я, наверное, вот попрошу сейчас Ольгу присоединиться. Какие, кроме возможностей роста, то, что мы назвали условно вольные хлеба, время на собственные какие-то проекты, что вы вашим сотрудникам еще позволяете дополнительно? Ну, как вы их спасаете? Послушала завтра, стало так всех нас жалко просто, всем тяжело. На самом деле, что вы денег даете? Денег даем. На самом деле, да, тут очень много всяких вопросов, и они все друг с другом тесно очень связаны. С одной стороны, когда человек начинает выгорать эмоционально, для этого не обязательно ехать и писать про парня с бензопилой. Можно писать совершенно другие темы и упахаться так, что к концу года, через три месяца, через сколько человеку, ему ничего не интересно. Это самое страшное состояние, и это самый ужас большой для редактора, особенно для редактора ежедневной газеты, сайта. Ну, когда, ну, при всем желании ты не можешь человеку взять одному, второму и пятому, позволить отдыхать три недели, пять недель, пять дней в неделю и так далее. Самый большой ужас, когда ты подходишь и видишь, что человеку вообще ничего уже не интересно. Потеря интереса. Да. Самый запущенный случай, когда уже предлагаешь сменить тему, и давай напишем это, и давай сделаем это, и я уже ничего не хочу, и ничего не могу. Это самый большой ужас. То есть, с одной стороны, конечно, жалеем, поддерживаем, разговариваем, а с другой стороны, есть такая очень тонкая грань, это все-таки работа, и это понимание должно оставаться, и это понимание, оно тоже очень важно и для редактора, и для журналиста, в каком бы состоянии ты ни находилась, его тоже как-то надо напоминать о том, что работа, ты можешь быть на взлете в классном состоянии, ты можешь быть в состоянии похуже, тебе может быть плохо, больно после определенных текстов, обидно, обидно тоже, это очень такое сильное чувство журналистов, когда ты очень много вложил, искренне вложился, отдал душу, время, ну и на самом деле отдал душу, это же не просто такие, ну высокие слова, не звучат немножко по-дурацки, но это на самом деле так. То есть, я видела, как журналисты, я знаю само это состояние, когда плачешь после материалов. И самое страшное, когда ты все это сделал, и это все не помогло, и все равно там случилось что-то, что казалось, ты можешь исправить, а оно не исправилось. Ну и вот человек может и от обиды, и от всего этого, человек может пребывать в очень таком угнетенном, плохом состоянии. Но при этом важно помнить, что это всего лишь одно из твоих состояний, что оно вполне может измениться через месяц, надо на это работать. То есть самое первое, мне кажется, что нужно делать журналистам, которые совсем уже как там сказали, зник, пропал или что. Нужно просто сказать, что ну это проблема, это ты устал, ты выгорел, но это не потому, что ты уже там рухнул. Ваши сотрудники знают это правило. У вас есть какой-то свод правил вообще в редакции, но у вас очень большой в общем такой коллектив, да, много людей работает. Понятно, что, например, там в CityDoc они могут, тем более не вертикальная система, они могут договориться, слушай, мне там плохо, да, а у вас как это происходит? У вас сколько людей? Много же. Ой, ну у нас журналистов, наверное, ну редакции-то человек 30. Ну существует какой-то свод правил, касающихся именно вот выгорания, то есть имеет ли право человек подойти в отдел кадров? Ну это знаете, и написать, и взять отпуск. Да. На самом деле и насчет отпуска очень интересные моменты, то есть мы вот недавно анализировали, кто как у нас ходит в отпуска и как отдыхает. Люди, которые выгорают, которые не выгорают, которые, кажется, уже еле на работу доходят, и все равно упорно работают. А есть тип людей, которые не берут отпуск, их в отпуск нужно выгонять. И на самом деле это тоже показатель того, что все же с человеком ну так не совсем хорошо. Вот. Есть еще тип людей, которые в отпуск идет, но говорят, что ему, конечно же, не надо никаких там 14 дней, 18, за три дня можно вот так отдохнуть, приползти назад на работу, лечь и дальше умирать, ну полуживому. То есть на самом деле тоже показатель того, что человека нужно уже как-то его отпуск выгонять и все остальное делать. Ну а вопрос того, свод правил, и все ли это знают? Ну это как-то вписано, не знаю, в политику вашей работы с журналистами? Ну это моральные принципы, нет. Наверное, так не прописано. Это зависит, в общем-то, от руководителей, насколько они эту проблему осознают как таковую, да? Ну то есть когда работаешь в ежедневном режиме журналистами, то то, что с человеком что-то происходит, ему нехорошо, и работу, соответственно, по-другому начинают выполнять, замечаешь очень-очень быстро. То есть это невозможно заметить. То есть возможно, если бы это был, не знаю, там раз в квартал журнал, и встречались бы как-нибудь в расслабленном режиме раз в неделю, может и можно не понять, что. Ну то есть на самом деле очень очевидно, и прямо есть там и фразы определенные, по которым понятно, что ООО началось, ну то есть надо уже что-то делать и менять. Вот, это очень быстро. Ну як у нас? У нас наши журналисты раз на тыдень стабильно отрымливают повестки в суд, и ходят, и там их судят. Вот, за незаконный выработ продукции СМИ. А тая частка, что и не денешься в процессе, ты издымаешь? Тая, что не ходишь, тая, да, тая, шакая, коли пойти. Ну вот, и, ну, гэта трошки, конечно, подрывает, там, морально боевый дух, але немоцный, потому что, ну, не только, калли ты идешь працовать на Белсат, али в принципе, калли ты идешь працовать журналистом в Беларуси, трэба быть готовым до того, что тебе будуть эти суды выкликать, и ше, что-нибудь с тобой будешь сдараться, таму. Ну я достатково циничный в этом пытанне, и калли ги починают наракать вот на такие штуки, я кажу, а ты профессия не помалился вовле, там, ну, ты разумел, куда ты идешь працовать? Ты думал, у тебя будешь то санаторий раз на год? Там, те, что с ти такое? Ну, али натурально у максимально критичных ситуациях мы допомагаем, там, не кзняться людям, у нас, ну, можно поехать в Варшаву, наприклад, там, на некий час. Давайте это назовем, как против выгорания сотрудника вы используете какие-то приятные поездки, командировки. Ну, у тымлику так, и, ну, плюс, конечно, мы там не кидаем их с авнасом, с этими судами, там, и штрафами. Они чувствуют защиту? Ну, мы стараемся так робить. Часом, даже, я зауважу, что не все, абсолютно не все, далеко не все коллеги, але я починаю трошечки перебольшего, типа, дайте молока нам, у нас шкодная работа, там, такое починается. Даете молока? Не, не даем. Потому что, ну, як бы, ну, треба ци усим-то дадать, да, ци кому, ну, ци никому не давать. Что еще? Ну, мне подается, что вот профессийное выгорание, в той момент, когда человек начинает разуметь, да, что это не его, то лучше, как бы, сойти просто с профессией. Вот Илья Прохоров, тут сидит, судовный, приклад этого, да, человек, когда не сошел в журналистике, то, что б я нарабил бы зараз? Он бы зараз працовал бы, там, не веду, ночным редактором какой-нибудь портали на 400 баксов, а так, замест этого, мы маем, ну, пекарню, так, у городе. Так что, ну, изменить просто сферу деятельности, может быть, вот такие моменты не самое горшее решение в жизни. Я попрошу тогда как раз и дать микрофон в эту сторону. Илья, расскажите, пожалуйста, вот сейчас публично и прилюдно, почему вы оставили ваши довольно успешные хайперы? Спасибо, Люска, что так подвел, что видишь, что не твое, уходи. На самом деле я, мне очень нравилось работать. Я проработал, ну, не в журнале, как было сказано, в газете имя. Понятно, что многие не помнят уже такой газеты, потому что 20 лет прошло, как она закрылась. Да, но мне кажется, что я ушел на пике, потому что у меня хорошо получалось. Я занимался тогда как раз такими, как это сказать, экстремальными репортажами. Основная была у меня работа. То есть я ходил и писал про что-то нестандартное, скажем так. Не знаю. Я пьяным лежал, попадал в вытрезвитель, ездил в Чернобыльскую зону, два раза тонул там, собирал милостыню и проходил без билета в метро и все это описывал. Но, помимо всего прочего, я, ну, знаете, как правило, в редакции, ну, не знаю, было тогда, сейчас, не знаю, есть там журналисты, которые ходят на пресс-конференции. Ну, вот есть там один, два, три человека, если редакция большая, у которых вот работа ходить на пресс-ухе. Я ходил, ну, вот я был один из тех, кто постоянно ходил на всякие пресс-конференции. Ну, потом писал. Ну, и я на этих пресс-конференциях видел своих коллег, да, ну, знаете, такой вот, такой типаж, там, 45+, турецкий свитер, наверх на него надет пиджак, такие коротенькие брюки, куцы, и он сидит, что-то пишет, 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 и я такой смотрел, думаю, не, блин, я не хочу так вот, я не хочу дожить до 45 лет и ходить на пресс-ухе, и там что-то обломком карандаша записывать. Ну, я четко понимаю, ну, у меня до сих пор, я считаю, что если журналист, ну, это, может быть, обидно прозвучит, если журналист, там, ему 45 и больше лет, и он работает в редакции, там, линейным журналистом, ну, это неудачник просто, просто конченый неудачник. Так вот, я ушел, я думаю, что на таком, на хорошем пике, не на спаде, я ушел работать в крупную компанию, в представительство Volkswagen в Беларуси, ушел работать по другую сторону баррикад, пиар-менеджером, то есть, ну, занимался примерно тем же самым, но только с другой стороны. А потом был бренд-менеджером, пресс-секретарем в Атлантем, ну и, да, два года назад я уже ушел, ну, как можно сказать, на «Вольная хлеба», да, давайте еще пару штампов набросаем. Вольная хлеба, там, еще что-то, в другую реку вступил, там, еще что-нибудь. Вот, но журналистикой у меня, вот, я в Атлантем проработал за 19 лет, да, ну, то есть, перешел на другую сторону, но журналистика меня все время догоняла. Догоняла, я очень много писал, писал тексты, материалы какие-то там для внутреннего издания, там, для издания для сотрудников, для сайтов. Ну, так или иначе, вот, чисто журналистом я проработал три года, и потом это меня все догоняло, догоняло и догоняло. И, конечно, когда пришло приглашение на вот этот пресс-клуб, я говорю, понимаете, что я уже 20 лет не работаю? Да, да, мы понимаем, но вы же были журналистом. Ну, хорошо, ладно. Это как татуировка такая, особенно, ну, можно только лазером каким-то смыть, срезать. Илья, а вообще уход из профессии журналиста, как вы считаете, это вообще норма? Ну, я еще раз говорю, если ты сам должен для себя принять решение и трезво взвесить, да, если у тебя есть перспектива карьерная, ну, есть люди, у которых талант есть реально, да, ну, на мой взгляд, в Беларуси ярких журналистов, я-таки, наверное, от кого-нибудь сейчас обижу сильно, нету. Покажите мне, покажите мне какую-нибудь вот, знаете, вот журналист-звезда, там, репортер-звезда, обозреватель-звезда, который просто вот всем известен. Есть такие люди? Кто? Кто, скажите? Сахаров. А, да. Ну, кто, скажите? Вот кто репортер-звезда у нас в Беларуси? Вот такой, который вот, ну, там, понятно, что всем не будет, он известен 99%. Давай выйдем на улицу, спросим, вот такая Светлана Калинкина. Вот 10 человек спросим. А мы, я думаю, можем, я предлагаю вот редакциям провести такой эксперимент. Если вы этого не сделаете, это сделаем мы. Мы выйдем на Комаровку и спросим, кого из журналистов знают посетители Комаровского рынка. Отлично, отличная идея. Кого из журналистов, скажут, позднер? Белорусских. Позднер, скажут. Я попрощу только в микрофон. Я немножко отнесусь к тому, что сказал Сергей. Смотрите, его уход из профессии был... Извини, пожалуйста, Илья. Сергей меня перетянул. Твой уход из профессии был обусловлен именно отсутствием вот этого лифта возможности профессионального роста и развития. То, о чем мы говорили, что, к сожалению, вот этот скудный куцый недорынок, он вот... Сейчас, 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 я еще не договорила. Ну, то есть, я какую-то ремарку ставлю, потому что я все-таки уходил. Можно я скажу, почему? Не надо додумывать, можно спросить. Да, все правильно. Но независимых изданий там, ну, не было, да. Ну, поймите, в то время, когда я работал для того, чтобы написать какой-то материал и какую-то фактуру набрать, ну, сейчас люди лезут в интернет, там, еще куда-то. Мне надо было идти в библиотеку, да, чтобы вы понимали, какое-то было время. Новостных там или каких-то интернет-порталов не было. Рынок был еще уже, чем сейчас. То есть, была бумажная пресса, ну, был классический телек, были классические газеты и журналы, и было классическое радио, да. И вот мне из газеты имя куда было уходить? Какую-то государственную газету? Да не вжись, я бы туда ногой не ступил бы, ни за что, хотя предложения были. Нафиг мне туда было идти. Ты меня не опровергаешь. Недорынок. Я еще хотела вот отнестись как к Илье, с чем я с тобой не соглашаюсь, в чем? В том, что если ты в 40 лет и ты линейный журналисту, это ты неудачник. Вот тут я с тобой не соглашусь. 45. Не важно, хоть 50. Я бы сказала из своего опыта, что вот на моем пути жизненном, редактора, встречались журналисты и более сталого, так сказать, возраста, которые были журналистами по нутру своему, которым не нужно было быть редакторами, пиар-менеджерами или еще кем-то. Они чувствовали себя хорошо в своей журналистской шкуре. Им, конечно, в нашей стране приходится тяжелее всего, потому что именно из-за этого недорынка они не могут как следует чаще всего реализовываться. Я тут вспомню, здесь многие в зале, некоторые сидящие, вспомнят Анну Тимофеевну Лешкевич, которая к нам пришла в 50 лет и которая была журналистом от Бога. И которой не нужно было, упаси Боже, быть редактором. Она была журналистом, ей было хорошо в этом. И слава Богу, что мы имели возможность не использовать ее на формат заметок, потому что, конечно, и калибр был не тот, но зато она и делала какие вещи прекрасные. Ну, так что все-таки. Вот, одного человека как вспомнило. Да нет, но это мы потом спорим. Я порядка 20 лет, наверное, проработала в информации и коммуникации в негосударственных организациях и все это время искренне пыталась что-то подправить в консерватории, так сказать. То есть улучшить мир, кого-то спасти, какую-то проблему разрешить. Ну, чтобы это было понятно, там, молодежные ресурсы, политические, социальные, экологические, общественные организации решают, притягивают внимание к каким-то проблемам, пишут о них, пытаются разрешить, помочь людям. Я совершенно искренне пыталась все это и делала, где-то успешно, где-то не очень. Я была медиа-менеджером, последнее рабочее место — это зеленые порталы в СИА-Беларуси, их было несколько и сейчас есть. И я видела, что происходит с нашими сотрудниками, когда они пишут, пишут, и мы все стараемся, что-то решаем. Ничего не происходит, ничего не помогает, люди на баррикадах защищают деревья, спасают, помогают людям с инвалидностью и так далее. И, ну, сами знаете, все эти ситуации, не у многих положительное решение. Конечно, это все довольно трудная тема, но меня не это как бы вывело, что ли, из этого мира общественных организаций и информации решение этих проблем. Скорее я бы назвала это, наверное, как какая-то личная эволюция внутренняя. У меня изменилась картина мира, как бы это пафосно ни звучало, но я поняла, что не хочу больше подправлять ничего в консерватории, не хочу как бы улучшать мир, с миром на самом деле все в порядке. Единственное, с кем я могу работать, это сама с собой, единственный человек. Ну, а дальше уже посмотрим. Вот. И я, наверное, уже сейчас скажу какую-нибудь, ну, может быть, спорную, спорный момент, но очень такой признак выгорания, на мой взгляд, это когда человек начинает вступать сам с собой в компромиссы, договариваться. Он начинает говорить, ну, как же, я же тут все-таки вот пользу придумаю, я же вот делаю доброе дело, я помогаю, я пишу, я информирую, я помогаю людям, у меня хорошая зарплата, отличная компания на работе или не очень хорошая зарплата, но я же за идею и так далее. Ну, я сейчас утрирую какие-то моменты. И вот когда начинается вот этот вот постоянный диалог, ты все время себе напоминаешь, что у тебя все на самом деле хорошо, а внутри какой-то вот червячок, он точит, точит, что, ну, нет, нет, что-то не то, не то, не то. И вот здесь такой вопрос, наверное, честности, который не хватает всем выгоревшим и псевдовыгоревшим, чтобы сказать себе, да, хватит, вот просто задать себе вопрос, а что я вообще хочу? Ну, то есть посмотреть в глаза этому червячку, который внутри там капошится и не дает спать спокойно и на работе сидеть за компом. Я вот хотела бы добавить, что как раз я, когда готовилась к этому медиатоку, изучила массу статей и литературы, и оказалось, что из журналистики, как ни странно, уходят довольно редко. То есть уходят довольно редко по двум всего лишь причинам. Во-первых, они просто не осознают проблему того, что у них проблема, да, либо они, как вот Катя подтверждает эту теорию, они стараются доказать сами себе, что они могут справиться с этой ситуацией. И здесь очень, в общем-то, подтверждение дальше, какие стереотипы связаны с профессией журналиста, да, если мы сейчас их обсудим. Вот сейчас у нас, наверное, в зале... Поднимите, пожалуйста, руку, есть ли у нас студенты, журналисты? Есть у нас несколько студентов. Студенты чаще всего идут, ну, во всяком случае, с теми студентами, с которыми я в пресс-клубе общалась, они идут в профессию, потому что это романтическая такая, романтизированная такая профессия, нести людям мир, добро и информацию, да, и на входе, то есть ожидания определенные. И второй стереотип – это полная самодача профессии. Я вот прошу поспорить, если это не так, и добавить, может быть, какие еще стереотипы есть, которые касаются профессии. Марина Закурская. Мне кажется, есть еще такой стереотип – я сильный, я все смогу, я все сумею, и я не должен подавать виду, что мне плохо, и плакать могут мои герои, а я плакать не могу, потому что я же журналист, я делаю свое дело. И вот я, например, впервые задумалась о том, что я журналист, и в то же время я человек, на которого и несчастье, и горе, и трагедия, и вот все эти судьбы людские, которые я через себя пропускаю, они тоже оставляют свой след. Я об этом задумалась впервые, когда меня попросили написать книгу вместе с психологом Юлией Лепиховой, ну, не книгу, брошюрку, скажем так. Мы тогда должны были писать о том, как, исходя из этических стандартов, как действовали журналисты, когда произошел взрыв метро. Мы писали эту книгу в 2012 году, и когда мы стали разрабатывать план этой книги, пришла в голову мысль, что ведь на самом деле журналисты — это те люди, которые всегда бегут туда, где опасность, а не оттуда. Я просто, я четко себе это представляла, потому что я была в тот момент тем самым журналистом. Все люди бежали от метро, а я бежала туда для того, чтобы увидеть весь этот ужас, страх, боль, которые там произошли. И, конечно, я даже не понимала, что если бы я вышла там на пять минут раньше из пресс-конференции, то я бы оказалась среди этих людей. То есть я пошла и стала работать. Моя коллега, которая шла вместе со мной, она испугалась и убежала. А я сказала себе, я журналист, я не могу убежать, ведь я оказалась на этом месте, я должна позвонить в редакцию, я должна передавать, что здесь происходит. На самом деле это не геройский никакой поступок. Просто я думаю, что психолог подтвердит, мы по-разному действуем в таких ситуациях. Есть три реакции — бей, беги, замри. То есть вот я оказалась из тех, которые решили бить, то есть я была активной. А моя коллега оказалась человеком, который в этой ситуации испугался. И с каждым из нас мы должны быть тоже готовы к этому, потому что, возможно, в другой ситуации я бы убежала. Потому что мы не знаем, как наша психика отреагирует на этот травмирующий момент. Вернусь к тому, что я впервые задумалась и сказала, Юль, давай мы сделаем с тобой такой раздел про журналистов. Потому что я поняла, что ни в одной редакции, нигде в сообществе мы вообще эту тему не поднимаем. Потому что мы сильные. Потому что мы не можем никому об этом рассказывать. И как сказал Алексей Менчонок, отчего ты пришел сюда? Отчего ты ждал-то? Я тогда очень так улыбнулась, когда Алексей это сказал. Именно потому, что ты, может быть, пришел, и ты хотел изменить мир, как говорила Катя. Вот это стереотип. Ты не можешь изменить весь мир. Ты не должен брать на себя больше ответственности, чем на тебе лежит. Ты не можешь брать на себя решение судьбы героя окончательное. То есть ты можешь писать свой текст, ты можешь ему помогать. Ты не должен давать ему ложных обещаний. Ты не можешь ему сказать, что после написания этого текста все в его судьбе будет прекрасно. И главное, ты не должен сказать это себе. Ты не должен говорить, что после твоего текста мир полностью изменится. Мир изменится, может быть, после 20-30 твоих текстов, может быть, после тысячи текстов твоих и твоих коллег. Но ты сделаешь, ты внесешь какую-то лепту в это изменение. Не надо взваливать на себя сверхзадачу. Это тоже стереотип журналистов, начинающих особенно журналистов. Вы знаете, когда мы говорили о том, какие менеджерские могут быть здесь фишки, я очень жалею, что у нас в редакциях нет психологов. Или нет хотя бы какой-то группы психологической помощи, к которой мы бы могли обращаться. Я знаю, что после площади и после взрыва в метро как раз-таки Юлия Лепихова работала с журналистами, которые были как раз на месте событий. Но я хочу сказать, что мы этого не замечаем. И то, что говорили мои коллеги, это только подтверждает. Ни редакторы не понимают. То есть они видят человека уже в том состоянии, в котором выгорание произошло. Сам человек даже может и в этот момент не понимать, что с ним произошло. Он не понимает, что он выгорел. Ему кажется, что, не знаю, тема неинтересная. Или он просто устал, и он сейчас поспит, и все, завтра будет прекрасно. Но если бы был человек, который бы наблюдал за этим, профессионал, то, наверное, он бы заметил первые признаки. И тогда бы с этим можно было бы справляться. В общем, может быть, у нас будет, мы сможем поговорить о том, как журналисты могут помогать себе сами. Потому что это очень важно. И на самом деле сама помощь – это первое вообще-то, что ты должен делать для себя. Когда мы с Юлей работали в газете «Имя», у нас было прекрасно. Есть такое слово «дебрифинг», когда собираются люди и обсуждают какую-то ситуацию травмирующую. И ищут там какой-то выход из этой ситуации. Вот у нас такая была площадка, она называлась «Курилка». Очень просто. И, в принципе, ты мог туда пойти и выговориться со своими. Я никогда не курила. Скажу вам, но я все равно ходила в «Курилку» регулярно, каждый день. Просто потому что «Курилка» – это было место, где можно было обменяться и своими проблемами, где можно было раздобыть, не знаю, адресок какого-то эксперта, где можно было посмеяться, услышать новый анекдот. И вот таким образом, мне кажется, что мы сами себе несколько помогали в нашей сложной профессии. Спасибо, Марина. Есть темы, которые, в общем-то, может быть, не настолько очевидны, которые вызывают выгорание. Катерина, каково оно, в общем-то, как часто вот эти материалы, ты освещаешь судебные процессы. И довольно бывают сложные. Я работала, и, к сожалению, когда был взрыв в 2008 году, я работала на втором взрыве метро, и все судебные громкие процессы тоже освещаю. Хотела бы сделать ремарку по Оле, которая говорила. Отработав 9 лет в «Комсомольской правде», я могу сказать, что редактор видит твое состояние. Это очень важно, там, в суды, допустим, мы отписываем в режиме онлайн, в телефоне, либо диктовываемся, если какая-то там ужасная ситуация, выезжаем на место. И уже потому, как я говорю, потому что я пишу, да, мы с Олей работали, она была моим редактором, я была пишущим журналистом, потом работали я журналист, а она редактор сайта. И она видела, ловила какие-то, ну, мельчайшие изменения, там, ну, даже в голосе, да. И это очень важно понимать, что ты работаешь не один, и тебя редакция отправила и сказала, давай, делай, да, и нам там вовремя надо это все сдать. А редакция понимает, что тебе очень сложно. И казалось бы, такое простое слово, ну, я не знаю, там, простое предложение, ну, как ты там? Я могла приехать в редакцию, у меня там тряслись руки, ноги, мне сразу там валерьянку, стакан воды, давай, садись, может тебя там отпустить пораньше, давай ты там завтра не будешь писать это. И редакция на самом деле идет навстречу журналисту и не дает тебе выгореть окончательно. То есть и ты сам понимаешь, что тебе тяжело, и редакция понимает, что тебе нелегко. И я помню, после, я уже не помню, после там какого-то события, ну, громкого, я пришла в редакцию и сразу сказала, я сегодня буду писать «Погоду». Все посмеялись, но мне дали «Погоду». Я писала «Погоду», я получила от этого удовольствие, потому что мне надо было просто переключиться на что-то другое. Что касается эмоционального выгорания, ну, мне кажется, журналист, который работает в правоохранительной тематике, более, наверное, других журналистов подвержен эмоциональному выгоранию, но есть четкое понимание. Это, как, наверное, в любой творческой профессии, есть сегодня взлет, и там, я не знаю, все прекрасно получается, и все идет замечательно, а завтра будет падение. И главное, чтобы в этот момент оказался с тобой рядом нужный человек, которому ты можешь позвонить, не знаю, поистерить, поплакать, рассказать все, как есть, да, не носить это в себе, и в том числе, да, ну, как-то оказать себе самопомощь в том числе, потому что, ну, мы сами ответственны в первую очередь за себя, уже потом редактор за нас. Поэтому, конечно, это тяжело, и специфика заключается, ну, как бы, сложность заключается в том, что сами по себе темы очень сложны, да, не бывает тем простых, когда это касается уголовного дела, судебного процесса. Сложно работать с героями, потому что это люди на пределе, то есть они пришли в редакцию, когда они обошли уже все инстанции, все правоохранительные органы, они, возможно, уже даже были в суде, как правило, это люди подготовленные, у них там огромная папка документов, и они уже взвинчены тем, что их никто не услышал, и вот они видят тебя, и они готовы с тобой говорить там бесконечно, пока ты их не остановишь, да, и все в свою боль, и все свои эмоции, все свои претензии, все это вываливается на тебя. И в этот момент главное и услышать человека, да, но и все-таки не дать, ну, не перейти, чтобы он не перешел эту границу, когда он подумал, что на тебя можно вывалить все, потому что в первую очередь я все-таки журналист, я не психолог, я не оказываю психологическую помощь, я могу помочь тем, что выйдет текст, если отреагирует, а если не отреагирует, ну, уж так тоже случается. Вот, поэтому в этих моментах, конечно, ну, да, бывает сложно, ну, на том, не знаю, за столько лет работы ты уже где-то понимаешь, каким образом ты можешь отвлечься и переключиться на что-то другое. Ну да, и синдром эмоционального выгорания называют усталостью от сострадания еще, да, то есть вот как раз то, о чем ты сейчас говорила. А вообще вот в редакции как много людей, вот если гендерно посмотреть, работают с социальной тематикой, это все-таки женщины чаще, ну, вот по опыту, да, я прошу всех присоединяйтесь. Мне кажется, просто белорусские журналистики и так, ну, как бы в основном это женщины, да, поэтому, ну, как бы все очевидно, да, парней не так много. Так, есть реплика и у Марины, и у Юлии. Я коротко добавлю про героев, что еще существует такое понятие, как герои-манипуляторы. Которое очень сильно способствует твоему эмоциональному выгоранию. Я это как редактор на себе хлебанула. У меня даже была история, когда меня, наверное, несколько месяцев один из героев шантажировал. Причем шантажировал достаточно страшно, что если мы там не будем писать, то его жена умрет. Вот, ну, то есть там был вообще просто какой-то кошмар, она была больна, он мне носил справки, он меня везде караулил. И такой вот манипулятор, который пытается попасть на страницы издания, вот шантажируя тебя, вот, ну, в моей практике были три таких крупных случая, которые меня сильно измотали, пока я не научилась как-то с этим справляться. Это так, маленькая реплика. Марина. Ну вот, я бы хотела поговорить немножко с вами не о манипуляторах и не о судебных процессах, а даже о работе социального журналиста, когда вы просто пишете историю какого-то человека. Как правило, мы пишем о людях с трудной судьбой или о людях с проблемами. И, может быть, никто там тебя не шантажирует, но ведь это же основа нашей вообще-то компетенции быть чувствительными к чужой боли. То есть, когда мы разговариваем с человеком, не знаю, может быть, кто-то из вас это тоже замечал, я иногда начинаю заикаться, как мой герой. Ну, то есть, вот он говорит, и я начинаю заикаться. Не потому, что я хочу его передразнить, конечно же, нет, да. Просто потому, что я настолько влажу как бы в его шкуру. Ну, то есть, я всегда, когда веду тренинги, говорю, что когда мы пишем на социальную тематику, мы как бы должны примерить роль этого человека, шкурой этого человека, влезть в неё, да. Марина, можно сказать, что эмоции – это инструмент в профессии журналиста? Конечно, конечно. Это очень важный инструмент в профессии журналиста. И когда мы разговариваем с человеком, мы иногда принимаем позу, в которой сидит этот человек. Мы иногда даже начинаем дышать так же, как дышит этот человек. А человек в состоянии возбуждения или человек, который вспоминает что-то, мы начинаем, мы можем плакать вместе с этим человеком, да. То есть, ловили вы себя на таком, бывало у вас такое. И ведь это же тоже, как бы вот это сострадание, оно тоже ведёт нас к выгоранию, если мы не предпринимаем каких-то мер после того, как пообщались с таким человеком. Мало того, мы поговорили с человеком, мы пережили этот стресс вместе с ним. Иногда начинает болеть голова. Бывает у вас такое. Вы разговариваете щекотно, вы выходите после этого интервью, и вы просто понимаете, что вы не в состоянии не то, что текст писать, а до дома добраться, да. Вот вы пережили этот стресс. После стресса, чтобы успокоиться, чтобы как-то нейтрализовать его, нужно, чтобы, не знаю, кто-то погладил вас по головке, по плечу, кто-то вас выслушал, кому-то вы это рассказали. А что вы делаете после того, как вы поговорили с человеком? Вы идёте домой или в редакцию, и вы начинаете писать текст. А для того, чтобы этот текст был воспринят нашими читателями, что мы должны сделать? Мы должны вычленить эмоциональную составляющую из этого текста. То есть мы с вами начинаем, мало того, что переживать опять то, что мы пережили только что с вашим героем, мы начинаем ещё искать какие-то эмоционально сильные детали, которые мы должны вытащить на поверхность в своём тексте. То есть мы ещё раз подогреваем, вместо того, чтобы нейтрализовать стресс, мы этот стресс ещё усиливаем. Он может усиливаться ещё и тем, что нам сказали, что дедлайн-то всё равно никто не отменял, несмотря на то, что, как Катя правильно заметила, герой может день с тобой разговаривать, ночь с тобой разговаривать. Его не волнует, что у тебя дети больные дома, и что тебя ждёт редактор с текстом. То есть это тоже усиливает наш стресс. Поэтому мне кажется, что здесь как раз-таки нужно искать какие-то практики такого самоочищения. Ну вот у меня маленький рецепт. Я просто после таких интервью иду пешком. То есть я не захожу в транспорт, где много народа, где все на меня могут тоже воздействовать. Как бы я стараюсь пройтись. То есть какая-то физическая активность отвлечься. Ну то есть вот скованное тело моё, потому что при стрессе страдает как раз-таки верхняя часть нашего тела. То есть я стараюсь как бы размяться, пройтись, сделать вот это простое упражнение, поднять руки вверх. Помните на физкультуре после того, как пробежали? Опустить, выдохнуть. Ну вот такие мелочи какие-то. Мы просто отпустили Сергея. Я прошу сдвинуть наши плотные ряды. Да. Марина, спасибо. Я говорю о том, что травмирующая наша профессия даже тогда, когда мы пишем на мирные темы. То есть на мирные совершенно темы. Но тем не менее это всё равно оказывает на нас воздействие. Просто потому что действительно эмоции – это наш инструмент. Я хотела как раз вот в поддержку вот того, что ты сейчас рассказала. Я прибежала из Вильнюса. Там сейчас прекрасный тренер по кризису, в общем-то, психолог из Грузии Евгения Джавахишвили. Она занимается исследованием кризисов именно в медийном сообществе. И она рассказала о своей статистике. Чаще всего психоэмоциональному выгоранию подвергаются молодые начинающие журналисты. И чаще всего это женщины. И она это связывает с тем, что именно женщины занимаются освещением сложных вопросов, которые касаются социальной сферы. То есть мы все прекрасно понимаем, что это действительно то, что бьёт по нашим эмоциям. Нет, но мужчины берут на себя войну, взрывы, теракты. Финансы, спорт. Да, они тоже… То есть не могу сказать, что в спорте тоже переживания сильные. Таким вот образом я просто поделилась вот статистикой такой, да. И мне просто интересно сейчас передать микрофон нашему психологу Катерине. Катерина, как ваши впечатления в вопросе выгорания вообще профессионального людей? Я знаю, что вы больше занимаетесь исследованием в педагогической сфере, но медийная сфера вас также очень интересует. И мы провели, я, может быть, кто не знает, анкетирование. Расскажите, пожалуйста. Ну, получилось так, что… Чуть-чуть только ближе микрофон. 70% имеют высокую, крайне высокую степень выгорания. Я, конечно, была удивлена. Это согласно результатам того анкетирования, которое мы предложили пройти всем желающим перед этим медиатоком. Вот, я была удивлена, но я стала размышлять, почему так. И я задумалась вот над таким вопросом. Когда врач приходит на работу, обыкновенный участковый в поликлинику, чего он ожидает от своей работы? Или любой учитель, он приходит на работу. Профессия журналиста, по-моему, она тоже является обыкновенной профессией. Возможно, всё дело в наших ожиданиях. Когда человек ожидает, что он совершит какое-то там грандиозное открытие, или он станет кем-то, вот он поможет кому-то, он очень сильно эмоционально действительно вкладывается в это. И на это уходят не только физические силы, на это уходят и внутренние силы, ведь он это постоянно переживает. И человек устает, он истощается. Это один из компонентов выгорания, это именно истощение. Человек чувствует, что у него больше нет сил, у него нет желания. А на самом деле ведь он просто сам себе нарисовал образ, и он чего-то ожидает от этой профессии. Будь это там рост какой-то карьерный, или что он всем поможет. Ожидания у всех разные. Но а с чего он вдруг их себе придумал, вот это вопрос. А какой вообще, можно сделать вывод, вообще осознают ли люди, что они находятся в такой критической ситуации? Мне кажется, что это очень сложно осознать, потому что человек, когда находится в ситуации, он не может посмотреть на себя со стороны. Вот как раз со стороны виднее. И вот здесь помогает очень общение с коллегами. Если он вернулся, если ему плохо, было бы очень неплохо собираться всем вместе и обсуждать свои проблемы. И человек поймет, что он не один, и у него не только у одного такие проблемы. Есть какие-то у вас, я не знаю, для нас какие-то... А, давайте вообще посмотрим. Вот сейчас здесь присутствует какое-то количество людей. Я прошу поднять руку тех, кто понимает, что он выгорает, он находится на грани такой уже опасной, но вот в настоящий временной промежуток есть такая опасность приблизиться уже к какой-то серьезной кризисной ситуации. Поднимите, пожалуйста, руку. Есть. Которые именно осознают. Пять человек я насчитала. А кто... Да, кто... Спасибо. Кто вообще раньше, может быть, чувствовал такую ситуацию, что он был просто вообще на пределе? Таких намного больше. То есть каким-то образом, если логически посмотреть, каким-то образом, значит, мы все как-то умеем с этим справляться. Я прошу сейчас Катерину назвать какие-то, не знаю, 3-5, да, вот коротко тезисно вещей, которые вы предлагаете делать для того, чтобы диагностировать у себя, либо для того, чтобы выйти... Давайте лучше для того, чтобы выйти из этой ситуации. И после каждой, да, мы посмотрим, применяется вообще, или мы знаем это интуитивно, или есть какие-то новые, не знаю, знания. Ну, самое первое, это не надо стараться быть лучшим. Это невозможно. Надо просто выполнять свою работу. Как только человек пытается быть лучшим, пытается сделать вот это вот... Ну, так круто, чтобы все сказали вау. А теперь поднимите руку, кто всегда пытается делать лучше и быть лучше? Давайте дальше. Второе. Не надо взваливать на себя постоянно ответственность. Она тоже давит. Не надо считать, считать, что вы сможете помочь вот трудом своим и репортажем каким-то материалом. Все начинают улыбаться. Кто? Кто взваливает на себя ответственность и дополнительную ответственность? Хорошо. То есть мы все делаем ровно наоборот, как вы предлагаете, да? Давайте еще. Мне очень хочется помочь, но это невозможно. Сочувствовать. Понятно, что профессия подразумевает эмпатию какую-то, какие-то эмоции. Когда готовишь репортаж, который должен эмоционально затронуть читателей, понятно, что... Без эмоций этот материал не получится. Он затрагивает. Да, но в первую очередь надо думать о себе тоже. Надо выполнить работу, иначе вы на выходе не сможете выдать те эмоции, какие планировали. Кто думает в первую очередь о себе, а потом о срочном материале? Все думают о материале. Поэтому человек не может остановиться и со стороны посмотреть на себя и понять, что с ним происходит. С ним что-то происходит, он это чувствует, а что он не может разобраться. И вот здесь... То есть это некий дискомфорт? Да. Дискомфорт, чувство усталости, чувство разочарования вот в профессии. Иногда человек не верит в себя, он не хочет общаться вообще ни с кем. Его эти эмоциональные контакты очень утомляют. И поэтому он замыкается. Он как-то... Он страдает. Здесь помогут коллеги. Лучше поговорить с коллегами и сказать, а как у тебя? Но есть всегда такой риск. Да, мы говорим... Это тот же самый дебрифинг, о котором мы упоминали. Да, действительно. Ну, есть ситуации, когда, например, журналист ведет какое-то расследование. К примеру, да. Я надеюсь, что в Беларуси журналисты ведут какое-то расследование, о котором он не может вообще никому рассказывать. То есть вот он в такой ситуации. Что ему делать? Он не может ни с кем поговорить. Он не может отложить этот материал на потом и позаботиться о себе. То есть у него все не складывается по этим правилам. Что ему делать? Менять профессию просто? А кто же проведет расследование? Да. Не так близко возможно принимать к себе вот эту ситуацию. Он всего лишь освещает эту ситуацию. Он не поможет людям тем, что он будет уставший и выгоревший. Он поможет им именно написанием своего материала. Вот это понимать. Есть работа, и он ее выполняет. А все остальное — это за рамками. Марина, я попрошу, может быть, добавить, что в книге, может быть, касается именно психологической какой-то части. Я знаю, что есть такое понятие, как, например, вторичная травматизация. Это интересная вещь. Это касается, наверное, не только чрезвычайных ситуаций. Это то, о чем мы уже говорили. Потому что, смотрите, происходит какая-то чрезвычайная ситуация. Если журналист ее освещает, понятно, он травмируется. Но ведь на этом его работа не заканчивается. Спасатели спасли человека и пошли домой. Если мы даже не берем чрезвычайную ситуацию. Да, но журналист после этого... Я и говорю дальше уже не о чрезвычайной ситуации. То есть после этого, что мы делаем? Мы потом ищем героев этих, чтобы рассказать их историю, которые пострадали, которые выдержали, которые были героями, которые спасали героев и так далее. То есть спасали пострадавших и так далее. То есть мы же в этом крутимся и дальше. То есть вся наша жизнь, она в принципе соприкосновение с болью и с трагедиями. Пусть это будут не чрезвычайные ситуации, это будут жизненные ситуации, в которых все равно люди приходят к нам. Вот Катя очень правильно сказала. Они приходят уже взвинченными, раздраженными всей этой ситуацией, в которой они оказались. Поэтому на самом деле, когда, вот в каких-то случаях, может быть, Катя, я не права, но мне кажется, нас спасает профессия. То есть вот когда я взяла ручку и блокнот и стала бегать и что-то выяснять и так далее, я понимаю, что я контролирую ситуацию. Мне надо работать, и мне надо передавать информацию. Я не могу расклеиться, я не могу подумать о себе, я не могу в этот момент расслабиться. Мне кажется, что психологи скажут, что это хорошо в данной ситуации. Я контролирую, мне очень важно контролировать ситуацию. Но потом наступает вот эта вторичная травматизация, потому что я как бы дальше общаюсь с этими героями, переживаю опять заново, причем я общаюсь не с одним героем, а с тремя, с пятью героями, с их родственниками, с родственниками погибших, например. И то, что мы видели в фильме BBC, когда девушка рассказывала, когда работала с материалом о сексуальном насилии. Когда она доходила до этой... Помните, она там говорила, что перекручивала фильмы, если она доходила до этого, потому что действительно она была травмирована этой ситуацией. Вот это и была вторичная травматизация. Но, знаете, я хочу сказать просто о том, что я все равно склоняюсь к тому, что мы находимся в той ситуации, когда иметь психолога в редакции мы не можем. Не у всех есть такой внимательный редактор, как Олеан Цепович, который по тону голоса может понимать, что с человеком что-то не то произошло. Хотя я вот считаю, что редакторам очень важно обратить на эту проблему внимание, потому что иначе они будут терять своих сотрудников. То есть это на самом деле производственная необходимость, чтобы люди были психологически в нормальном состоянии. Для нас, для каждого редактора это очень важно. Есть же юридический отдел постоянный. Вот и психологически нужен. Но пока этого нет, я говорю о том, что мы должны научиться помогать себе сами. Но есть такие правила. Скажу вам честно, я их для себя установила, но я их постоянно нарушаю. Просто потому, что журналист человек, даже не учитель, журналист человек, который не принадлежит себе. Он все время принадлежит обстоятельствам. Случилось что-то, и пусть тебе трижды праздник идет, ты вскакиваешь из-за стола и бежишь об этом писать. Потому что в то время, как весь народ отдыхает. То есть ты не знаешь, ты идешь на интервью, ты рассчитываешь, что оно будет длиться два часа, а герой там у тебя расплакался, и ты полчаса его ждал, пока он выплачется. И тогда у тебя там летит весь твой график в тар-тарары просто потому, что ты раб этих обстоятельств. Ты проживаешь жизни других людей, на себе, на своей шкуре их чувствуешь. Поэтому у меня правило, о первом я вам рассказала, после трудного разговора пройтись обязательно. Может пробежаться, если есть такая возможность. Правило второе, если вы пишете какую-то историю, то постараться все-таки не прокручивать ее по ночам. Ну то есть вот вы написали, например, уже сдали, а вы все еще думаете о герое, переживаете перипетитом его, судьбы, трагедии и так далее. То есть нужно просто поставить точку. Знаете, я однажды ехала в отпуск, и мне коллега, я была замредактором, он сказал, слушай, а вот в отпуске ты подумай, о том-то, 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 и том-то, списочек было с 30 пунктиков. На что я выслушала его, он знал, что я всегда очень откликаюсь на такие вещи. Я выслушала и сказала, ты знаешь, я не буду в отпуске думать ни о чем, кроме как о море, солнце, фруктах и своей семье. Он просто опешил и сказал, слушай, я так не умею. То есть вот я, когда я еду куда-то отдыхать, это как раз у меня время, когда я не бегу, да-да-да, у меня то же самое, когда я не бегу, когда я могу сесть и подумать, проанализировать что-то и так далее. Но я была в тот момент уже в таком состоянии, когда я не могла вообще ни думать, ни анализировать, и меня тошнило от работы. Именно поэтому я сказала, что я уеду в отпуск не как обычно на 11 дней, а на 14 хотя бы. Хотя, не знаю, врачи говорят, что восстанавливаешься, ты как минимум нужен 21 день. Одна психолог когда-то, когда я была еще юной журналисткой, сказала мне, что я как журналист, вообще любой человек должен отдыхать час в день, день в неделю хотя бы, неделю в год, неделю в месяц, и месяц в год. Ну, то есть, понимаете, все эти выходные, и наши обеденные перерывы не для того придуманы, ну, в смысле, они правильно придуманы, для того, чтобы мы могли час в день не работать, а хотя бы пойти с друзьями в кафешку, перекусить там и не строчить в это время что-то, да. Кто так делает? Это как раз у журналистов-то не нормированный рабочий день. Кто-то все и дело. А мы должны себе этот час выделять, понимаете, для того, чтобы... Тут не только что обед, да, тут как бы... И час в день это именно час в середине дня, час в день это час в середине дня, когда ты можешь разгрузить себя от этих проблем. Вот, значит, еще правило, которое я для себя как бы стараюсь выполнять, делать каждый день что-то для себя. Поскольку я не принадлежу себе из-за моей профессии, я пытаюсь себя вернуть в это. Например, научиться завязывать по-новому шарфик. Приемчик выучить сегодня, выучить 10 английских слов. Приготовить ужин. Тоже разрядка. Помыть посуду в доме. То есть вот как бы делать что-то для себя, чтобы вы понимали, что вы контролируете эту ситуацию, несмотря на то, что не принадлежите себе. Это своего рода медитация. Ну нет, это просто как бы... Ты просто переключаешься на что-то другое. Есть еще вот эти... Не знаю, мне Юлия Лепихова, когда мы с ней написали книжку, потом мы с ней встретились выпить просто кофе, когда книжка вышла. Мы праздновали выход этой книжки в свет. На что Юля мне сказала, слушай, я тут подумала, ты же на площади была и в метро была, с тобой же тоже надо поработать. И я сказала ей, ну да, Юля, наверное, со мной надо поработать. А то он говорит, я со всеми работала, с тобой нет, мы только книжку с тобой писали. И потом она предложила мне провести вот сеанс, да, психотерапевтический. Когда мы стали его проводить, она говорит, знаешь, а ты уже это переработала. Я говорю, как я это переработала? Ничего не делала вообще. А потом я вспомнила, что когда я писала книжку, я сидела и ревела вот на той части, где самая сложная для меня часть была написать о журналистах, которые работали в метро, и писать вот эти вот советы как бы психологические журналистам. Я каждый раз, когда я возвращалась к этому, я плакала. И муж мне сказал, слушай, ты вообще дура. Зачем ты взялась писать эту книгу, если тебе так от этого плохо? А я поняла, что я так перерабатывала эту травму. И вот когда я уже написала, вычитала, и потом я долго, кстати, не могла прочитать эту книгу, вот изданную уже. Но как бы вот я ее, видимо, переработала. Юля посоветовала действовать так. Если вы в какой-то трагической ситуации, я думаю, что это подходит и к истории с людьми, которые рассказали вам какую-то свою проблемную историю, прокручивать это как киноленту. То есть вот начало, что было до того, как вы там встретились с этим человеком. Потом рассказ этого человека, там кульминация, где он там расплакался, где была самая страшная история. Потом как все это закончилось, и как вы вышли от него. Вот смотреть на белую стену и представлять, что проматываете эту пленку все быстрее, быстрее, и быстрее, и быстрее, пока в вашем сознании не останется. Начало, солнечный день, когда вы идете на встречу с героем. И конец, солнечный день, когда вы вышли и выпили чашку кофе после встречи с героем. Или лунная ночь. Или лунная ночь, да, что бывает чаще. Вот. Но плюс еще, знаете, глюкоза, мюсли, батончик какой-нибудь, чтобы не очень фигуре вредить. Но после таких стрессовых ситуаций есть смысл как бы держать это у себя в сумочке и перекусить. Ну и еще правило, которое я точно никогда не выполняю, за два часа до сна не думать о работе. Я попрошу свои секреты рассказать Катерину Борисевичу. Есть ли какие-то, не знаю, свои способы. И после этого мы перейдем к серии вопросов. Так что у кого будут, концентрируйтесь. Ну у меня вообще все просто. Потому что когда-то в шестом классе дедушка научил меня ходить пешком. И с тех пор я каждый день хожу 10 километров пешком. 10-15, иногда 20 на выходные. И если суд очень сложный, я люблю работать в городском суде, во Фрунзенском, потому что у меня есть, ну, в общем, оттуда дорожка, как выйти быстро к реке, где нет никого. И в этот момент я стараюсь не говорить по телефону. Я иду туда, в сторону Веснянки, Дроздов, и там гуляю. Вот я очень быстро восстанавливаюсь. Когда я поняла, что работы слишком много в моей жизни, и уже вроде бы ты все сделал, но ты продолжаешь чего-то там в офисе еще что-то делать, я записалась на английский. Два раза в неделю я точно знаю, что должна сделать все, но я должна уйти на английский. Как только понимаю, что что-то не так, я беру отгул и еду в деревню к родителям, к бабушкам. К счастью, они все живы. Одно 90 лет, второе 84. Прекрасно. Я сижу, их слушаю, вот они мне рассказывают про свои колесни. Я очень быстро прихожу в себя. Ну, и уже все смеются. Я фотографирую рассвет и закаты, и пока я вот так восстанавливаюсь, я, мне кажется, стала очень хорошо делать фотографии. Ну, и... Это готовый проект. Это восходы и закаты. Судебных процессов. Ну, они делаются, как правило, перед судебным процессом, ну, и уже после судебного процесса где-нибудь на Минском море уже поздно вечером. Вот. Ну, и больше времени с семьей, с близкими, с друзьями. Поэтому, мне кажется, истина, ну, в каких-то простых вещах, да, и тут главное находить время какое-то для себя и для какого-то своего увлечения, которое у каждого из нас есть. Вот. Хотя сериалы, я смотрю, детективные. От этого я никак не могу избавиться. Да. Еще секретик. Это такой лавхак, который мне однажды посоветовал. Он очень смешной. Очень смешной. Вы, наверное, все будете смеяться. Но однажды он... Это простая штука помогла мне. Мне вытянули из очень... Такой ситуации очень сильного психологического выгорания. В общем, один психолог... Это еще было в комсомолке, с которым мы работали, который там какую-то колонку писал у нас. Найдя меня в который раз в таком состоянии, принес мне огромный желтый лимон и сказал носить его, пока не станет легче. Я с тех пор этот метод использую. Это так просто. Ребята, это работает. Не знаю почему. Нет, потому что сейчас у меня... Илья, а хобби помогало во время работы журналистам? Я вот тут внимательно послушал всех. И захотелось вернуться в журналистику, наверное, да? Нет, хлеб я не пек газетинами. Я понял, что я вообще... У меня не было никогда таких вот... Как это сказать? Переключений. Я не умею отдыхать. У меня такая проблема, если я не умею отдыхать. Я не могу сидеть на одном месте. Даже когда у меня выходной день, все равно надо что-то делать. И, ну, может быть... Ну, вот это идет постоянное переключение на что-то, да? То есть, ну, понятно, что я не делаю там работу, хотя я работу тоже делаю, которую нужно. Но я люблю очень читать. Ну, вот чтобы сесть с книжкой там в кресло и читать, у меня такое бывает очень редко. Потому что у меня, ну, реально очень много дел, которые надо сделать. И слава богу, что хоть между ними можно переключаться. Это то, что я хотел сказать. Хобби... Ну, вот хобби у меня чтение, да? И, ну, к сожалению, не хватает мне времени на хобби. А что сейчас читаете? Не хватало, не хватало и сейчас не хватает. Ну, я сейчас читаю. Что я сейчас читаю? Вот прямо сейчас... Только что закончил читать детективное агентство Дирка Джентли. Это такая английская литература. По старой доброй журналистской традиции я расслабляюсь все теми же методами. На самом деле я хочу сказать, что вот все говорили, иногда у меня такое возникало ощущение, что попадаешь в отдел научной фантастики. Ну, то есть нам нужен отдел психологов, нам нужно не брать близко к сердцу, нам нужно не ставить перед собой никакие цели, не стараться быть лучше. Но, ну, как бы в теории все правильно. Но я не могу вообразить этого журналиста, который долго вообще проработает больше, чем пол... Да, который, ну, более там нескольких месяцев проработает в редакции, который придет, скажет, ну, все, в первую очередь я, я пошел на обед, у меня час отдыха. Ну, наверное, он пойдет и скоро скажем, что уже можно обедать бесконечно. Ну, потому что, ну, это к сожалению или к счастью, или это вот, ну, точнее, скажем так, это просто реальность. Но это невозможно, невозможно. Возможно делать какие-то вещи, которые со стороны всем кажутся странными. Например, ну, в больших редакциях обычно есть такое деление на журналистов и на всех остальных. Ну, и все друг другу кажутся странными людьми. Ну, то есть серьезные отделы бухгалтерии, реклама и редакция, да. И это вечное такое полюбовное, но бодание. Ну, то есть реклама считает, что это странные люди из редакции, которые все портят. Да, журналисты считают, что реклама со своими вечными претензиями. Реклама всегда требует позитив, да. Ну, то есть им хочется больше позитива в газете. И креатива. И креатива, да. Мы знаем, что больше… Ну, креатив-то ладно. Белорусы и рынок оценила, шутка, спасибо. Позитива хочется. Мы знаем, что читается лучше криминал. Ну, в общем, вечно эти проблемы. Ну, так вот, когда-то я услышала, что люди, скажем, из других отделов сказали, боже, когда вы работаете, вы все время разговариваете. А на самом деле, ну, это самое важное вообще, что нужно сделать, и даже не в журналистике, а вообще в отношениях. Нужно разговариваться, в журналистике особенно. И когда журналисты приходят с любого репортажа, с судов и все, и вот он стоит и бесконечно это рассказывает, одному рассказал. Потом слышишь, что в второй части редакции опять обсуждают, в третьей, в четвертой. Но на самом деле это кипит работа, называется. То есть человек пока все переварит, он уже и самому легче станет. Вот, и уже без часа обеда он, скорее всего, проживет. Вот, ну, и у него уже какая-то картинка общая сложится. И когда у нас какие-то громкие, ну, такие тяжелые темы, которые редакция отрабатывает, мы о них говорим, конечно, бесконечно. Ну, не потому что не о чем больше в жизни поговорить, у всех там есть еще какая-то своя жизнь. Ну, потому что ее нужно просто проговорить миллиард раз, чтобы для себя и для других что-то понять. И насчет того, что нужно понимать, что ты, конечно, сам у себя единственный, самый важный, оно, конечно, так. И самая большая проблема нашей работы, что работа не заканчивается, когда ты выходишь из офиса и выключаешь компьютер. У нас с тобой тянется домой, ложится спать, утром просыпается, ну, на бесконечное. И когда совсем уже становится плоховато и тяжеловато, ну, я для себя, например, ставила компромиссы. Компромиссы я тоже считаю, что не так плохо очень часто. А я сама с собой пыталась договориться, что, окей, раз в неделю я выйду с работы, отключу телефон и ничего не буду делать. Ну, вот раз в неделю хотя бы. Это не всегда получалось. Ну, потому что мне потом казалось, что что-то же там, наверное, происходит, и все рухнуло, а я не знаю. Ну, и это вот как-то... Но потом, когда я поняла, что я иногда это могу все-таки сделать, да, это очень освобождает голову, и возникает такой контроль над своей жизнью какой-то, и начинаешь потихоньку договариваться, что я, например, с утра сначала душ, потом компьютер включаю, а не наоборот, как обычно было, ну и так далее. То есть какие-то такие прикладные вещи, потому что замахиваться на большое, ну, совсем, что я стану спокойна, как скала, и буду ходить ни на что реагировать, но я не могу совсем никак. Спасибо. Я очень хочу высказаться в защиту психологов, их советов, потому что я знаю одного человека, журналиста успешного, который очень успешно им следовал. Нами уже сегодня упомянутый Анна Тимофеевна Лешкевич. Оля, если ты помнишь, Анна Тимофеевна примерно в районе обеда вставала и говорила, «Мусики, всё, я пошла смотреть сериалы». И это было абсолютной правдой, потому что она до обеда уже всё сделала. То есть вот она как раз сумела выстроить свою жизнь так. Она невероятные нагрузки психологические, она именно работала с очень тяжёлыми случаями, с такими вот уже болезненными историями. Но она вставала и говорила, «Мусики, я пошла смотреть сериалы». Она успевала до обеда всё это через себя пропустить, написать. А какая коронная фраза у Алексея Минчонка? Для сотрудников. Не мусики, понятно, но что? У меня коронная фраза для коллегов, за всё допамятайте, что журналистика другая после медицины по цинизму профессии. Поэтому не соромьтесь о своём чёрном гуморе. Важно памятать, как просто побольше не было людей левых, не в профессии, потому что они подумают, что вы некий псих, эти вороят. Как любая профессия, ну, здарается, так. Треба просто памятать, что кроме тебе самого, тебе никто не допоможе. И, ну, не доследовать самого себе и триматься просто банальных, самых базовых парадов психологов. И всё. Не треба думать, что «А, я тут журналист самый несчастный в свете». Ты такие же самые человеки, как все иншие. Просто тебе треба съездить на море, значит, и всё. Может быть. Или в Варшаву. Или в Варшаву. Я прошу поднимать руки, у кого есть вопросы. Что вы имели в виду, когда говорили «журналист-звезда»? Потому что вы сами подчеркнули, что это не тот человек, чьё имя знакомо каждому. Тогда по каким критериям вы так чётко определяете, что это журналист-звезда, а это оконченный неудачный? Я не знаю, может быть, вы неправильно меня поняли. Как раз таки имел в виду «журналист-звезда» — это имя, которое известно каждому. Понимаете? Я имел в виду, что… То есть только имя, которое знакомо каждому? Единственное критерия? Нет. Не надо так примитивно. Это не только имя, которое известно каждому. Журналист-звезда — это человек, который действительно гений в своей профессии. Понимаете? Ну, и именно поэтому его имя должно быть известно каждому. На самом деле, когда я работал, ну, то есть, вот эти в конце 90-х, у нас был такой Коля Халейзин, да. Вот реально он был в свое время там звездой. Не только потому, что я работал с ним в одной редакции, потому что он действительно вот был такой, ну, дракохруст был, да, который делал такие очень хорошие аналитические материалы. Он и сейчас есть, только где он? Вот, да. Ну, он редко-редко, да, где-то проскальзывает у нас. Есть еще вопросы у нас по теме медиатока? Я тогда, с вашего позволения, наверное, попрошу, если у кого-то из спикеров остались какие-то реплики, взять слово, и мы будем подводить итоги. Да? Нет? Можно я еще маленький вопрос? К кому? К кому? Все так вот хорошо говорят, да, то есть вот, ну вот, что вот как-то вот там сама... Марина? Да, самопомощь вот этого. Слушайте, что никто не бухает? Да ладно? Я попрошу ответить нашего психолога на этот вопрос. Этот микрофон лучше. Чуть-чуть ближе только. Как способ снять стресс, возможно. Очень многие прибегают к нему. Но он очень неэффективный. Можно быстро прибегнуть к этой помощи, снять стресс, но проблем это остается. Надо где-то помочь себе в другом чем-то. Надо разобраться изначально, от чего это все. Я бы сказала, что понятно, что мы все очень ответственные люди, и мы стараемся прийти на работу. Без нас... Ну вот это первый первый шажочек к выгоранию. Считать, что мы такие незаменимые. Я же не могу отключить телефон, потому что без меня там никак. Все-таки забота о себе, она должна быть. В разумных пределах, но должна быть. Надо уметь переключаться, и... Ну, алкоголь не лучший выход. Мы говорим про теорию и про страх. Понятно. Ну... Я не перебиваю, с Катя. Я... Оля, знаешь, я понимаю, что... Ну вот для меня лично этот метод неэффективен. Я знаю, что гораздо эффективнее, если я пойду на тренировку по акваэробике к своему любимому тренеру, который лучезарно улыбается. Он улыбается всегда так, что даже если мне болит голова, я тоже начинаю улыбаться, и она проходит. Вот. Еще я люблю акваэробику за то, что я просто механически... То есть я поняла, что в своей жизни я практически ничего не делаю механически. Мне всегда нужно думать головой. А здесь я просто механически повторяю задним прекрасным человеком упражнения, которые он показывает. Иногда я даже не замечаю, как пролетают эти час и 15 минут. Но вот когда я отрабатываю до автоматизма эти упражнения, и я знаю, что следующее предложит мне тренер, вот в это время я опять начинаю думать о работе, которая осталась за пределами бассейна. Вот ничего с собой поделать не могу. Но все равно это помогает гораздо лучше. То есть выпить после этого не хочется. Сладкого после этого есть тоже не хочется, потому что эндорфины вырабатываются во время физических упражнений. Мы будем подводить итоги. В общем, понятно, что эта проблема существует, потому что часто ее не осознают в тот момент, когда необходимо обращать на это внимание. Помогает, что поощрение в любом виде. командировки в том числе. Снятие излишней нагрузки с сотрудника. Принимать обязательно какие-то нужно превентивные меры, которые снижают риск возникновения. Важно, чтобы журналист чувствовал свою защиту со стороны редакции от каких-то внешних враждебных факторов. И тут также другой момент. Это психологически ты не один, то, что было сформулировано. Так же обязательно очень важно эта возможность роста. Наверное, это даже может быть ключевое в нашей стране. От комсомолки рецепт. Мы когда-то ввели летопись, не знаю, идет, существует ли она, все еще. Когда мы просто записывали за собой всевозможные всевозможные смешные ситуации, которые случаются во время очень сложной порой работы. И потом мы собирались, перечитывали и очень сильно хохотали. Шутки были понятны только редакцией. Да, шутки были понятны только редакцией. Зачем ты посерил, ты все серишь и серишь. Никому не понятно, но все хохочут. Ну, уже хохочем, хоть мы не из этой редакции. А речь шла о выделении серым цветом подложки там на врезке, на самом деле. Вот знаете, я подумала, что есть еще один такой момент, на который нужно нам самим обращать. Я все равно помоги себе, сам возвращаюсь. Обращать внимание, если заболели, простыли, например, ну вот дайте себе время поболеть. Я понимаю, что вот этот организм мне говорит, он меня умнее, и он мне говорит, дорогая, ты уже переработалась, ты уже зашла за красную черту. Отдохни денек, полежи дома, попаляйся с книжкой, хоть и это не получается. Залезь под одеялко, попей чего-нибудь тепленького, пусть тебя пожалеют, что ты заболел и так далее. Не делай себя героя, не беги, не заражай других людей и не насилуй свой организм. Спасибо. Ну, конечно, чувство юмора. Я знаю, что на многих радиостанциях тоже есть вот эти коллекции ляпов эфирных, и они прекрасные. В общем, давайте собирать и делиться. В общем-то, наша площадка с удовольствием примет все ваши ляпы. И я хотела бы в заключение сказать, что на самом деле сегодняшняя тема, она где-то была сегодня, может быть, смешная, для вас известная, может быть, вы что-то и узнали для себя, и, надеюсь, полезное, и новое. Но вообще самое интересное, что синдром эмоционального выгорания это на самом деле диагноз, и он внесен в международную классификацию болезней. Так что не будьте слишком легкомысленны, и чувство юмора это очень хорошо, но все-таки нужно следить за собой. Вот. И сегодня Международный день счастья. Счастья вам всем и доброго вечера.